МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Кто мусорит, люди или квадратные метры? В мусорные или форные грядут изменения. Кина не будет? Какая судьба ждет отечественные кинотеатры? Далее расскажем по всем подробно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В правительстве рассматривают предложение ввести оплату за вывоз фактически появившегося мусора. Сейчас плата за вывоз мусора рассчитывается либо по числу жителей, либо исходя из площади квартиры. При этом зачастую возникают споры о том, можно ли не платить за мусор, если человек был в отъезде. Кто мусорит, люди или квадратные метры? С 2019 года не утихают споры вокруг мусорной реформы. По действующим тарифам плата рассчитывается, исходя из количества квадратных метров. При этом неважно, сколько человек проживает в квартире. Больше всего от новой схемы пострадали одинокопроживающие пенсионеры. Неоднократно они обращались в городскую дому с просьбой как-то повлиять на эту ситуацию. Мы выходим с некой инициативой, и мы как раз вышли с ней некоторое время назад, чтобы изменить формат сбора платы граждан за вывоз мусора. Не с квадратных метров, а с людей. Но инициатива депутатов не нашла поддержки на более высоком уровне. В областном правительстве мотивировали это тем, что в случае внедрения новой схемы взимание платы не с метров, а с людей пострадают другие категории граждан. Например, многодетные семьи. Получается, что одинокопроживающие пенсионеры платят за вывоз мусора из своей 50-метровой квартиры столько же, сколько и молодые семейные работающие пары. При этом в ряде регионов платежки за вывоз мусора рассчитывают исходя из количества проживающих, а не квадратных метров. Но и здесь есть свои подводные камни. Однако, похоже, в ближайшее время мусорную реформу все-таки ждут изменения. Сейчас в правительстве обсуждают постановление, которое предусматривает новые формулы расчета за пользование услугой по вывозу мусора. Об этом рассказал директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Сергей Сохранов во время прямой линии с читателями российской газеты. Изменения позволят делать перерасчет за неоказанную услугу, если житель сможет доказать, что не мог производить мусор. То есть в постановлении заложен механизм, который позволит собственникам, если они смогут принять такое решение, и они доведут его до рекоператора, оплачивать услугу такового по факту. Если дом, опять же, дружный, если вы сможете прийти к механизму, допустим, раздельного сбора отходов в своем квартирном доме, снизить количество производимого мусора и договориться с рекоператором, чтобы он не возил пустые контейнеры, а возил только тот мусор, который производит ваш квартирный дом. Я думаю, что в таком случае оплата за вывоз такового снизится в разы. Сейчас жильцы платят за вывоз мусора, даже если долгое время отсутствует дома. Новое постановление регулирует и этот нюанс. Там содержится новая формула, которая как раз позволит делать перерасчет за вот эту неоказанную услугу, если вы сможете доказать, что вы не могли производить мусор, не могли пользоваться этой услугой регионального оператора. Пока жильцы доказывают, что не должны платить за мусор во время своего отсутствия только через суд. Глава города Алексей Сафонов поручил вернуть отопление в детских дошкольных учреждениях до наступления устойчивой теплой погоды. Напомнит, какая возможность существует благодаря тому, что в 2020 году муниципалитет реконструировал детские сады. И теперь у них существует альтернативный способ подачи отопления через систему горячего водоснабжения. По желанию включения отопления высказали обеспокоенные родители. Тепло в садах и других учреждениях города, а также в квартирах отключили, когда в конце апреля-начале мая соблюдался норматив. Температура выше 8 градусов держалась дольше 5 дней. В связи с наступлением похолодания, температура упала и в помещениях, поэтому в детских садах на время вернут отопление. В России на всех электросамокатах, моноколесах и гироскутерах ограничат скорость до 25 км в час. Сейчас правила действуют только для прокатных самокатов. Но теперь Минпромторг, мэрия Москвы и НАМИ добиваются, чтобы все эти транспортные средства, ввозимые в Россию, имели предустановленный производителем ограничитель скорости. Правила сертификации электрических средств индивидуальной мобильности установят в новом госте. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Дети участников спецоперации уже в этом году смогут поступить в вузы по квоте, рассказали в Миноборнауке. Она составит 10% от общего количества бюджетных мест в каждом университете. Таким образом, дети раненых и погибших будут поступать без вступительных испытаний. Это не относится только к творческим направлениям. Новые правила касаются и специализированных средних военных учебных заведений, кадетских корпусов, казачьих кадетских корпусов и военных училищ. Вакцина и иммуноглобулин для профилактики клещевого энцефалита закуплены для медорганизаций Нижегородской области. Об этом сообщил заместитель главы региона Давид Милик Гусейнов в своем телеграм-канале. Чиновник пояснил, что вакцинация против клещевого энцефалита проводится в поликлиниках. Группы риска, в том числе и сельхозработников, прививают бесплатно и в обязательном порядке по месту прикрепления. Иммуноглобулин вкалывают уже после укуса клеща, но не позднее четвертого дня после происшествия. Его обязательно получают несовершеннолетние, а также те жители региона, у которых при исследовании клеща обнаружен антиген-возбудитель инфекции. Также укол делают при одновременном присасывании нескольких клещей. Гидрометцентр прогнозирует более холодное лето, чем в прошлом году. По долгосрочному прогнозу, довольно теплым начало лета будет на востоке северо-западного округа, на большей части Урала, на севере Сибири и на западе Якутии. А вот прохладным июнь прогнозируется в западных регионах северо-западного округа, на севере центрального округа, на большой части Поволжья и Якутии. В столичном регионе начало лета тоже может оказаться не слишком теплым. Рукопашники Икара привезли новые награды. Спортсмены покорили пьедестал всероссийских соревнований по рукопашному бою, которые прошли в Костроме со 2 по 5 мая. Максим Качев провел отличные схватки, но немного проиграл в опыте чемпиона соревнований. Выступая в возрастной группе 12-13 лет, весовой категории до 35 килограммов. Глеб Сухороков представил школу в этом же возрасте, но в весе до 52 килограммов. Семен Титов стал бронзовым призером среди спортсменов до 62 килограммов, возрастной группы 14-15 лет. Андрей Баранов занял третье место, выступив в возрастной группе 16-17 лет, весовой категории до 67 килограммов. Дмитрий Мирюков стал чемпионом в соревновании в весе свыше 80 килограммов. Уход из России и западных кинопроизводителей поставил под угрозу индустрию кинопроката, полностью ориентированную на иностранное кино. По оценкам участников рынка, бессрочных мер господдержки в ближайший месяц начнут закрываться кинотеатры, входящие в крупнейшие сети. Совокупный убыток до конца года по отрасли составит 11,5 миллиардов рублей. По данным Ассоциации владельцев кинотеатров, на 1 января 2022 года в России работал 2161 кинотеатр, 5709 кинозалов. Уже в марте падение финансовых показателей к аналогичному периоду 2021 года составило 44% по сборам и 49% по зрителям, а к марту 2019-го 54-59%, соответственно. Это уже привело к закрытию кинозалов. На 18 апреля в стране зарегистрировано 3633 кинозала. Работающим считается зал, где прошел хотя бы один сеанс за отчетные сутки. Таким образом, к середине апреля закрытыми оказались 36,4% кинозалов в стране. Все чаще по ходу в кино россияне предпочитают поиск киноленты в интернете. А как часто бывает в кино соровчане, как относятся к уходу западных кинокомпаний с рынка, узнала наша съемочная группа. Фанатов «Гарри Поттера» и «Диси» в марте ждал неприятный сюрприз. Зарубежные кинокомпании объявили об отмене крупных премьер на территории нашей страны. А потому долгожданные фантастические твари и «Бэтмен» на отечественных экранах не появятся в ближайшем будущем. А как к уходу с российского рынка Голливуда относятся соровчане? Как часто вы ходите в кино, в кинотеатры наши соровские? После коронавируса очень редко. Ой, давно не было. С момента, наверное, как эпидемия началась, так и все. А когда планируете? Пока еще не спланировали. Люблю сидеть дома на диване и смотреть кино так. Ну, если более серьезно, то редко выбираю время свободное у меня, мало его. Три раза в год. Как относитесь к тому, что болливудские фильмы ушли с рынка? Ну, честно, на самом деле все равно, потому что все можно посмотреть по интернету всегда. Поэтому не особо что-то потерял. Единственное, чем были кинотеатры, это можно было сходить с друзьями, отвлечься, развлечься. Больше как способ общения, чем просмотров фильмов. Ну да, интересно будет русские фильмы посмотреть. Может разовьется как-нибудь в хорошую сторону кинематографа. Смысла нет, в принципе. И все вообще в интернете можно посмотреть и найти те же голливудские фильмы. Существует много русских хороших фильмов. А твои какие любимые? Ну, и советских фильмов мне больше всего нравится «Гараж». Российские фильмы? Как плохие. Ну, относительно. Ну, кинематограф скатился в любом. Немного скучнее стало. Да. Раньше было лучше. Наш фильм гораздо лучше. Потому что мое поколение всегда смотрело фильмы, те, которые были давно сняты. И было интересно, а Голливуд что-то как-то не очень. Если только мы мультфирмы. Ну, наверное, убытки понесут, конечно, кинотеатры. Ну, наверное, нужно поддерживать наших режиссеров, всех, кто связан с миром кино. Будем смотреть российские фильмы. А если захочет посмотреть иностранный фильм, найдем в интернете. Восьмого мая в полицию обратилась женщина. Она заявила, что поранила ножом своего сожителя. Выяснилось, что пара была в гостях у друзей. Женщина резала овощи и в это время ругалась со своим бойфрендом. В пылу ссоры она повернулась и ударила его ножом в предплечье. Чем еще запомнилась в минувшей неделе сотрудникам правопорядка, расскажем далее. С огорода на Кремешках неизвестные похитили две металлические бочки. Ограждения на участке не было, поскольку хозяин менял забор. Еще одно сообщение об ограблении поступило от жителя улицы Рубиновой. Он рассказал, что с его участка воруют кирпич. В этот же день, только уже в 7 вечера, чуть попозже зарегистрировано заявление гражданки П, проживающей в этом же доме на улице Рябиновой, о привлечении к ответственности бывшего мужа, гражданина С, который препятствовал вывозу со двора дома, принадлежащего ей кирпича. Бывшие супруги делят имущество. Еще одна история произошла на праздниках в парке имени Зернова. Случай попал на камеру видеонаблюдения. Компания из четверых подростков подошла к комплексу. Один из них решил отличиться и продемонстрировать свою физическую силу. Молодой человек забрался на ограждение, стал на нем прыгать и сломал. Полиция устанавливает личности хулиганов. Также полицейским предстоит выяснить, кто украл интимные фото соровчанки. Девушка со своей страницы ВКонтакте отправляла фотографии интимного характера своим знакомым. Страницу взломали и за нераспространение этой фотографии у девушки потребовали 3000 рублей. С чем она обратилась в полицию. Проводится проверка. Кроме того, на прошлой неделе в полицию обратилась женщина с просьбой привлечь к ответственности мужчину, который забрал у ее сына телефон и нанес ребенку телесные повреждения. Гражданина нашли, однако у него оказалась своя версия событий. В своем объяснении мужчина заявляет, что дети кидали камни в его машину, тем самым повредили ее, после чего он подошел к одному из детей и забрал телефон, для того, чтобы позвонить родителям для возмещения ущерба по факту повреждения машины. Мужчина телефон вернул. По данному факту проводится проверка. Кроме того, на дорогу города сотрудники ГИБДД остановили троих пьяных водителей. Одна из них, 37-летняя женщина, ранее была лишена прав за езду в нетрезвом виде. Темный, светлый, чистый, с натуральными добавками на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда, свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 12 по 15 мая там проходит медовая феерия. Сезон простуд в самом разгаре. Укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма поможет мед. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Если хранить продукт пчеловодства правильно, то он не потеряет свои лечебные и вкусовые свойства на протяжении длительного времени. Есть мед можно ежедневно в небольших количествах. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще в советский ГОСТ температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Каждый сорт обладает уникальными свойствами. Мед акации гипоаллергенин. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягеля и прополисный мед улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Хвойный и каштановый помогают работе сердечно-сосудистой системы. Дониковый мед благотворно влияет на нервную систему. Гречишный богат железом и повышает гемоглобин. Также на медовой феерии вы можете найти майский, цветочный, липовый и высокогорный мед. Здесь представлены и достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А мед диких пчел содержит много витаминов и антиоксидантов. Предложат вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молоко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает для поднятия иммунитета и восстановления силы. Пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, своими железами и заложила уже в сот. И уже в сот она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела первой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормить пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Не пропустите! Медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 12 по 15 мая с 10 до 17.00. Телефон плюс 7 927 064 1390. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16 в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!